Андрей Воробьёв выступил с обращением, в котором обозначены планы по развитию Московской области на ближайшую перспективу. Отдельное внимание было уделено вопросам экономики. Наша задача – сделать мощную экономику. Мы пять лет назад имели в своём бюджете порядка 450 миллиардов рублей. Сегодня эта цифра составляет на следующий год 700 миллиардов рублей. Мы очень надеемся в ближайшей перспективе всё-таки наращивать наши экономические возможности. Для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, большее количество людей, если брать на примере Каширы, оставались работать там, они ездили в Москву, не мотались каждый день. С другой стороны, чтобы решать огромное количество социальных проблем. Андрей Воробьёв напомнил, что совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение предоставить с 1 августа 2018 года всем пенсионерам Московской области и Москвы право на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения. И Москва, и мы приняли ряд новых налоговых льготных решений, которые от нас ждали, которые требовали наши жители, особенно старшее поколение. В обращении был выделен ряд приоритетных направлений развития, в частности, сферы образования, экологии, культуры, науки, спорта, здравоохранения. На встрече с лидерами общественного мнения была затронута тема рекультивации закрытых полигонов, вместо которых планируется создавать современную систему утилизации и переработки мусора. На нашу долю и на долю глав муниципалитетов, общественников, которые проводят слушания, выпала очень непростая задача. На нашу долю вышло построение, внедрение нового экологического стандарта. Мы откроем первый в стране комплекс в переработке отходов совершенно другим высоким стандартам качества. В ходе встречи также была подчеркнута важность устойчивой системы обратной связи с жителями, которые успешно действуют на территории региона.